Анастасия, расскажи, каким креативным бизнесом ты занимаешься, какие сложности возникают в его развитии, какие есть перспективы? ArtPresidencia Code – это инкубатор, где мы взаимодействуем с творческими людьми, создаем их продукт и создаем систему дистрибьюции, то есть продажи данного продукта до конечного потребителя. В первую очередь это предприниматель. Сложности возникают немало. Мы уже за два года опробовали много механик взаимодействия с творческим классом, именно выявление творческого класса, создание самого продукта. При создании самого продукта требуется постановка технического задания, создание условий и фасилитация. То есть мы из творческих людей вынимаем смысл, чтобы создать творческие объекты, чтобы они были очень классными и потреблялись нашими предпринимателями. Для этого нужно же, конечно, создавать материалы и условия. Далее этап – это узаконение самой интеллектуальной деятельности творческих продуктов и передача их конечному потребителю. И эту цепочку за два года мы смогли сделать неоднократно. Конечно же возникли сложности. У нас отсутствие оборудования. Наше пространство – это 100 квадратных метров. И сегодня у нас уже 700 резидентов наших творческих людей, и это пространство мало. 124 мероприятия проведено за два года. 12 персональных выставок, продюрсерская деятельность. Мы основали свою студию КОТ, которая сегодня составляет конкуренцию в России другим иллюстрационным студиям, и делаем очень качественный продукт. Для этого всего нужно оборудование, помещение, сделать полностью канал дистрибьюторских продаж. Это нужно регулирование и взаимодействие с органами власти. И, конечно же, с нашими конечными потребителями-предпринимателями, под которых мы адаптируем наши продукты, чтобы они могли внедрять в свою жизнь и в свой бизнес. А вот продюсерский центр, можно привести пример? Ну, кого вы продюсируете, либо, ну, кого продвинули здесь или, наоборот, отправили там в Москву выступить? В Москву пока никого не отправили выступить. Работаем на местном уровне. Например, один из наших кейсов – это Анастасия Гура, которая начинала продажу своих работ с 5 тысяч. Сегодня стоимость ее продуктов, творческих объектов уже вышла на 30-40 тысяч. И есть прямые покупатели. Это один из ярких моментов и прямых моментов продаж. Также она у нас является руководителем студии «Код» в части координации деятельности, иллюстраторов. И уже есть несколько выступлений в СМИ, что также говорит о том, что ее имя становится звучать на территории Алтайского края. Я думаю, это яркий пример нашей работы продюсированной. Сейчас мы готовим ее персональную выставку, которая будет впервые. У нас есть совсем новички, которые делают первые выставки у нас. И это Татьевик, художница, выставка текущая сегодня, которая была впервые представлена в Алтайском крае. И мы помогли ей и с концепцией, и с созданием выставки, и с открытием самого мероприятия. И также представили средства массовой информации и нашим клиентам, у которых уже более 20 тысяч информацию о ней, что, наверное, опять-таки является нашим продюсированием. Какие ожидания у тебя, Анастасия, от данного мероприятия? Что хочешь подчеркнуть? Найти диалог. Найти диалог, в первую очередь, с предпринимателями. На сегодняшний день я считаю, что это самое важное. Достучаться до предпринимательского класса, чтобы они нам помогали и покупали наши продукты, наверное, в первую очередь, потому что сейчас важен этот взаимообмен для улучшения качества продукта и выхода его на рынок, а соответственно существование всего креативного класса и самой арт-резиденции. А позитивное позиционирование Алтайского края есть? Заложено в вашей работе или нет? Конечно, конечно. Я прям не побоюсь громкого слова. Бренд нашего города мы делаем через проект «Туристический Барнаул Алтай». Я его очень люблю, этот проект, потому что мы пишем, рисуем картины о нашем городе. И у нас есть потрясающие кейсы с федерацией гребли, с федерацией хоккея, с историческими зданиями, историческая линия у нас. Мы тесно взаимодействуем с администрацией в этой проекте, мы с самими художниками, меня отрисовывают. У нас получается большую информацию, творческий контент, я его называю. Это картины потрясающие о нашем городе. Мы делаем сувенирную продукцию, фото, видео. Мы выкладываем это в сети интернет. У нас можно приобрести сувенирную продукцию о городе, о каком-то либо бизнесе. Мы участвуем в различных форумах, представляя выставки, как раз-таки интегрируя творчество в наше общество, в предпринимательское общество. И этот проект является брендом. И еще один из проектов – это наша студия «Код. Иллюстрация», где мы уже заявляемся, не как частно, а порой и представляем наш Алтайский край. Мы в Российской Федерации. Самый инициативный регион, который работает с этим проектом – это федеральный проект «Герои спецопераций», который представлен на всей России. Мы сделали очень интересный, яркий контент, ориентированный на школу России. То есть получается, вы играете, позиционируете, и это вносит прибыль, да, наверное, творческим людям? Ну, по крайней мере, стриминческой. Ну, хотелось бы, чтобы прибыли было больше. Да, у нас сегодня уже более 100 проданных картин. Я считаю, что это большой результат. Стоимость картин от 3 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. И продажа, на мой взгляд, непростого продукта, как картины, все равно имеет место быть. Я считаю, это результат. Мы повзаимодействовали с горной аптекой, опять-таки с Федерацией гребли и с Федерацией хоккея, где уже были проданы наши творческие работы, и это приносит прибыль. Также через студию КОД у нас уже команда 20 человек, и основа их алтайские художники, профессионалы, которые сегодня уже получают доход, как самозанятые. И я считаю, что это большой результат. Сейчас вам такими нервными поддержками не было? К сожалению, я владею, что не правда, это все сделано, что сейчас у нас не говорили, что это академия.